Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Евросоюз все глубже погружается в рецессию и деиндустриализацию. Представитель Европарламента от Хорватии Иван Синчич в интервью российской газете «Известия» заявил о пагубном воздействии антироссийских санкций на состояние европейской экономики и промышленности. По словам Синчича, европейские предприятия, лишившиеся российских ресурсов, сократили объемы производства и утратили конкурентоспособность. Хорватский евродепутат напомнил, что Европа закупала в России не только энергоресурсы, но и древесину, алюминий, удобрения, драгоценные металлы, урановое топливо. Большей части указанных ресурсов потребовалось найти альтернативу, которая оказалась дороже. При этом закрытие российского потребительского рынка вынудило европейский бизнес поставлять свои товары российским партнерам через сеть посредников, что привело к росту отпускных цен и падению экспорта европейских товаров. Синчич отметил, что санкции против России разрушительны для Европы. Об этом отчетливо говорят экономические показатели, такие как снижение ВВП стран Европы, падение объемов европейского экспорта, рост бюджетного дефицита и госдолга. Помимо этого, крайне негативное влияние на европейскую экономику оказывает вовлечение стран ЕС в военный конфликт Восточной Европы. По данным Bloomberg, европейская экономика на начало 2023 года потеряла на этом свыше 1 трлн евро. С того времени финансовые потери только выросли. Помимо сокращения объемов торговли с Россией, европейский бизнес столкнулся с невозможностью вывода финансовых активов из России стоимостью 500 млрд евро. Европейский бизнес также утратил наиболее короткий и выгодный путь для транспортировки своих товаров в третьи страны, столкнувшись с торговой блокадой, организованной ЕС под давлением из Вашингтона. В перспективе это приведет к сокращению объемов взаимной торговли между ЕС и Китаем. К этому можно добавить, что создание очага напряженности в Восточной Европе привело к рекордному притоку в страны ЕС мигрантов, что негативно отразилось на объемах бюджетных расходов европейских стран и криминогенной обстановки. В будущем это может привести к сокращению туристического потока на европейский континент.